В годы Великой Отечественной войны Техперсонал и телефонистки под непрерывными бомбежками самоотверженно восстанавливали и обеспечивали бесперебойное действие связи для нужд фронта и тыла. Телефонистки должны быть длинные руки, никто не понимал, потому что нужно было иногда, когда не хватало здесь канала, нужно было дотянуться до следующего коммутатора, подключались в канал. На этом конце провода абонент и абонент в другом городе, например, в Москве. Историческая комната гомельского филиала республиканского унитарного предприятия «Белтелеком» кладезь по-настоящему раритетных экспонатов связи. Здесь и телеграфный аппарат Морзе XIX века, и военно-полевой телефон времен Великой Отечественной. Особая гордость – репродуктор, который в войну висел на каждом столбе и транслировал легендарный голос Левитана. Здесь также отражены заслуги работников связи, которые своим самоотверженным трудом приближали долгожданную, единую для всех победу. Технические специалисты и телефонисты обеспечивали связью круглосуточно нужды тыла. Прокладывали связь даже ценой своей жизни и на суше, и через линии фронта, и через реку. Во многих исторических источниках не разу описываются случаи, когда связисты ценой своей жизни, погибая, замыкали кабель зубами, для того, чтобы связь не прерывалась. В гомельском филиале «Белтелеком» прошли свой трудовой путь более 35 участников Великой Отечественной. Среди них Аэлита Самсонова – жизнерадостная и добродушная женщина с непростой военной судьбой. Она всегда открыта к общению, о былом коллективе вспоминает с особым теплом и трепетом. Все между собой были в прекрасных отношениях. Вот знаете, бывает так, что в организации большая, но никогда никаких сплетен, скандалов. Вот у нас этого не было. Все мы как-то вот относились друг к другу по-дружески, помогали друг другу. Если у кого, не дай бог, какое несчастье, кто-то заболел или что, все переживали, старались что-то помочь, сделать. Великую Отечественную Аэлита Самсонова встретила 15-летним подростком. Трудилась в тылу, а затем медсестрой в госпитале. Дошла до самого Берлина. В военном госпитале повстречала будущего супруга, с которым счастливо прожила в браке более полувека. В свои 98 лет Аэлита Ивановна бодрая духом и полна оптимизма. Отлично помнит все даты и события прожитых лет. А молодежи желают быть патриотами своей страны, жить и созидать под мирным небом. Я бы хотела, чтобы наша молодежь любила свою страну. Работала только на то, чтобы наша страна была в самых лучших среди всех стран. Оно так пока что и есть. Чтобы она жила как можно богаче, как можно лучше жил бы и наш народ. Ну и я бы хотела, чтобы наша молодежь умела защищать свою страну. Горькие и победные. Уроки Великой Отечественной не забываются. Жива память и о народных героях, подаривших нам мир, свободу и независимость. Гомельский филиал республиканского унитарного предприятия «Белтелеком» чутко и внимательно относится к своим ветеранам, оказывая им материальную помощь и социальную поддержку. Праздничный телемарафон во имя мира и созидания «Вместе» на Беларусь-4 Гомель призван еще раз напомнить о великом подвиге народа, подарившего нам свободу и независимость. Задача современного общества – сохранить и приумножить все то, что было завоевано такой большой ценой. К марафону охотно присоединились многие учреждения и организации региона. Одно из них – гомельский филиал республиканского унитарного предприятия «Белтелеком». У нас в студии директор филиала Сергей Демьянчик. Сергей Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Белтелеком» является крупнейшим оператором электросвязи на территории нашей страны. Доступ к ее услугам и сервисам имеют жители даже самых отдаленных и малонаселенных уголков. Поделитесь достижениями гомельского филиала. Более 10 лет назад «Белтелеком» принял решение по переходу построения своих сетей с использованием волоконоптических технологий на базе ПОН-сетей. Правильность принятого решения по переходу построения сетей телекоммуникации с использованием сетей ПОН подтверждена и тем, что в последующем наши решения внедрялись и альтернативными операторами. В 2023 году гомельский филиал завершил строительство ПОН-сетей в многоквартирном секторе. С 2024 года и по настоящее время мы производим реконструкцию сетей доступа в частном секторе. С использованием построенной сети «Белтелеком» и «Гомельский филиал» в настоящее время может предоставить порядка 80 услуг связи. Это традиционная телефония, услуги доступа в сеть интернет, телевидение и другие сервисы, которые стали доступны с построением этой сети. «Белтелеком» не делает отличия между абонентами сельской телефонной сети и городскими жителями. На сегодня мы очень активно производим реконструкцию своих сетей, чтобы позволить или дать возможность пользоваться современными услугами не только жителям городов, но и сельских населенных пунктов. Так на сегодня существующая программа по обеспечению подвода волокна к населенным пунктам с количеством дворов 50 и более выполнена «Гомельским филиалом» практически на 100%. К последним 10 населенным пунктам области, не имеющих волоконных подходов, планируется завершить эти работы в течение 2024-2025 года. Таким образом стираются границы между возможностями доступа к современным телекоммуникационным услугам жителей городов и сельских населенных пунктов. В последние годы «Белтелеком» активно развивает проект «Мой город». Растет ли его популярность в нашем регионе и каковы перспективы? Сегодня к услуге «Мой город» в Гомельской области подключено 7 административных единиц. Это город Мозырь, Наровля, Калинковичи, Октябрьский, Речица, Добруш. Приложение «Мой город» позволяет получить информацию о деятельности предприятий-организаций, различных сфер деятельности, об организациях системы здравоохранения, образования. Одной из самых востребованных в Гомельской области является услуга «Видеоконтроль». Как компания «Белтелеком» заботится о безопасности своих абонентов? Услуга «Видеоконтроль» доступна на сегодня в многоквартирном секторе, индивидуальной жилой застройке и коммерческой недвижимости. Если вы проживаете в многоквартирной жилой застройке, то возможно, что на сегодня камеры «Видеоконтроль» уже установлены. Вам достаточно созвониться со специалистами нашего сервисного центра, которые в кратчайшее время вам позволят подключить услугу на ваше устройство. Видеоизображение может быть сохранено на внешние носители и использовано в спорных ситуациях для решения вопросов. Все необходимое оборудование услуги «Видеоконтроль» будет предоставлено компании «Белтелеком». Наши специалисты выполнят и подключение к этой услуге. «Белтелеком» не только оказывает услуги электросвязи, но и занимаются реализацией техники в рассрочку. Что из себя представляет этот проект? Уже более трех лет существует проект по реализации техники абонентам «Белтелеком» в рассрочку. На сегодня существует возможность приобретения более 200 наименований товаров в рассрочку абонентами «Рубелтелеком». Наибольшей популярностью пользуются такие товары, как телевизоры, смартфоны, планшеты, ноутбуки, роботы-пылесосы и другие наименования товаров. «Белтелеком» предоставляет своим абонентам возможность приобретения товаров в рассрочку до 24 месяцев. Полную информацию о реализуемых товарах «Рубелтелеком» можно получить на сайте shop.beltelecom.by. В этом году, в апреле месяце, мы открыли первый магазин в Гомельской области «Белтелеком.шоп». Магазин находится по адресу город Гомель, Реческий проспект 5В, торгово-развлекательный центр «Мандарин», место номер 21. Компания «Белтелеком» объединяет настоящих профессионалов своего дела. Сергей Евгеньевич, поделитесь, каков он современный коллектив гомельского филиала? Стабильное и высококачество услуг, которые предоставляются предприятиям, вот тот критерий, который присущ нашему коллективу. Наша команда – это высокообразованные, знающие, опытные, мотивированные и преданные своему делу люди. В штате Гомельского филиала «Белтелеком» насчитывается около 1600 сотрудников. 78% из них имеют среднеспециальное и высшее образование. 32% составляют женщины. Вот уже 14-й год подряд Гомельский филиал заносится на областную доску почета как лучшая организация электросвязи. Гомельский филиал работает над тем, чтобы в каждом доме присутствовал быстрый интернет, качественная техника, чтобы вы могли проводить уютные семейные вечера за просмотром любимых передач и не беспокоиться о безопасности своего имущества. В 2024-й в Беларуси объявлен годом качества. Расскажите, пожалуйста, как ваша команда собирается держать высокую планку в оказании услуг и реализации проектов? Компания «Белтелеком» работает в конкурентной среде и уделяет огромное значение качеству своих услуг. Более 20 лет назад компания «Белтелеком» внедрена и функционирует система менеджмента качества. «Белтелеком» четырежды становился лауреатом премии правительства в области качества. Планируем и дальше поддерживать качество наших услуг на высоком уровне. Сергей Евгеньевич, благодарим вас за интересную беседу. Спасибо большое и вам. Уважаемые абоненты, партнеры и коллеги! От себя лично и от коллектива гомельского филиала «Белтелеком» хочу поздравить всех жителей нашей области с 9 мая, Днем Победы. Мы отдаем дань памяти и глубокое уважение защитникам Отечества. Всем, кто самоотверженно и героически приближал долгожданный Великий День. Мы всегда будем помнить о них, их бессмертном подвиге. Мира вам и благополучия, крепкого здоровья, бодрости духа, весеннего настроения. С праздником Великой Победы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова